Прошлая неделя запомнится бизнесменам из Челябинска благодаря второй ежегодной бизнес-конференции «Практика медиации. Пора договариваться без суда». Итоги этого мероприятия обсудим с генеральным директором Центра медиации Покров Татьяной Еремеевой и председателем Калининского районного суда Еленой Гартвик. Доброе утро. Доброе утро, Степа. Вот, я думаю, наши обычные телезрители, которые не являются бизнесменами, сейчас задают вопрос «Медиация, что это?» Поведайте, пожалуйста. «Медиация» — это переговоры с участием нейтрального, независимого специалиста с целью привести в стороны конфликтующих взаимоприемлемому решению, взаимовыгодному решению. Да когда мы общаемся, есть третий человек, который нас поправляет, либо направляет, да, грубо говоря? Организует. Организует переговоры, вот, наверное, точное слово. А вот скажите, раз у меня два гостя, я сегодня буду перекидываться, Елена, вопрос к вам. А вот как развивается медиация в судебной практике? Популярна она сейчас становится или как? Да, популярна медиация в судебной практике. Закон о медиации был принят 6 лет назад, но активно применять в судебной системе. Мы начали ее в Челябинской области только год назад. И уже за год у нас есть положительные результаты. За год услугами медиатора только в Калининском суде граждане воспользовались 153 раза. При этом в 82 случаях данная процедура закончила заключение медиативного соглашения. То есть 54%, да, люди договорились, заключили медиативное соглашение, отказались от разрешения спора в суде. Это 54% или получается каждый второй, каждая вторая процедура закончилась соглашением. И следует отметить, что еще 30% граждан, которые прошли через эту процедуру и не заключили медиативного соглашения, в дальнейшем они разрешили свой спор миром, не дожидаясь судебного решения. Можно привести один такой пример из судебной практики. Супруги, расторгнувшие в брак, пришли в суд делить ребенка, определять место жительства ребенка. Но после процедур медиации они снова вернулись в семью и решили заключить брак. Да, вот такие примеры. И граждане уже сейчас не только по направлению суда обращаются к медиатору, но и самостоятельно идут к медиаторам, потому что понимают, насколько эта процедура дешевле, по времени она менее затратна, чем судебная процедура. И она сохраняет здоровье. Я правильно понимаю, медиатор, сравни психологу, да, что-то соединяется. Это психолог и медиатор. Мы говорим, что это здоровье сберегающая процедура. То есть умение конфликтовать, надо, в общем-то, уметь конфликтовать. И конфликт должен быть направляемым, если на то пошли. Направляемым, да, и в русло положительное, в динамику именно добра, примирения. То есть умение не дуться по сторонам, по углам, да, а умение найти общий язык, переговорить, ну и пойти уже делать работу, жить. Договорившись. А какие перспективы развития медиации? Вот и в судебной практике, и вообще, в частной, если можно так сказать? Ну, за рубежом до 90% конфликтов разрешаются миром и исполняются. В общем-то, практика давно применяется уже. А в суда? Я полагаю, что большие перспективы у медиации, в том числе и в уголовных делах. И в уголовных? Слептики, да, считают, что в уголовных делах медиация неприменима, и что это, скорее всего, для гражданских споров. Я тоже так думал, что в основном гражданские споры. Практика нашего суда показала, что в уголовных делах тоже медиация даже очень нужна. К слову сказать, в нашем суде все дела в отношении несовершеннолетних, небольшой и средней тяжести, проходят через процедуру медиации, и у нас по этой категории дел стопроцентная прекращаемость. И, смотрите, дела о мошенничествах, как правило, они возбуждаются на почве какого-то хозяйственно-бытового конфликта между представителями, в том числе и бизнеса, предпринимателями. Возбуждается уголовное дело, а в основе-то лежит конфликт, конфликт между предпринимателями. В ходе медиации можно разрешить этот конфликт, и отсутствует состав преступления. Ух ты, как интересно. А вот вы нам сказали о бизнесе. Как бизнес? Сейчас, наверное, тоже начинает все больше и больше обращаться. Бизнес пока медленно обращается. Да, вот в арбитражном суде Челябинская область у нас открыта комната, уже в течение года работает, и обращение, ну, около двух-трех обращений. Поэтому нам бы, конечно, хотелось активизировать. Бизнес-переговоры – это же огромный пласт, и иногда же там они тоже и с кровью, и болью, и потом. Ну, будем ждать, что бизнесмены к вам пойдут. Да, и следует еще один момент напомнить. С 15 июля 2016 года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, и сейчас Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за преднамеренное неисполнение договорных обязательств от суммы в 10 тысяч рублей. То есть вы встретились, поговорили, на 10 тысяч рублей договорились, какая-то сторона не исполнила, вторая сторона обращается в полицию, уголовное дело и привлечение, и наказание до 10 лет лишения свободы. И вот здесь уже нужен медиатор. Да, вот нужен медиатор, который просто стороны приведет к какому-то консенсусу, к согласию. Вот и все. Друзья, обращайтесь в бизнес, обращайтесь с медиатором, это выгодно. Ну, давайте вернемся к форуму. Что нового было на форуме, как вы, результаты? У нас, во-первых, пришло больше количества человек, то есть около 205, а в прошлом году 190. То есть уже динамика положительная, да, в интересе к мероприятию, этот момент. Потом мы внедрили новый формат, раньше были мирные чаепития, то есть встречались предприниматели с бизнесом. Вот сейчас вот у меня, например, так, а сейчас, если раньше были мирные, сейчас какие дебаты? Они сейчас тоже мирные, но формат среди предпринимательских объединений мы сделали еще одно объединение, именно для медиации. И называется деловой, объединенный деловой совет. Туда вошли торгово-промышленная палата, медпалата, медсоюз, то есть такие компании, вернее, сплав медицинских клиник, организаций, вот там, где есть конфликты. Пошли к конфликтам, пошли в народ, и там, где сосредоточены конфликты, мы будем принимать и проводить медиацию. Большое спасибо. А я напоминаю, что у нас в студии были председатель Калининского районного суда Елена Гартвик и генеральный директор Центра медиации Покров Татьяна Еремеева. Ну а сейчас выпуск новостей.